Виктор Иванович Тарусин 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 И легче создать предприятие, чем сохранить его работоспособным. Виктор Иванович, но ведь любые, наверное, инновации какие-то в сфере законодательства, они вызваны тем, что и условия все-таки меняются. Или здесь не всегда бывает оправдано изменениями условий, внешних условий? Вы знаете, условия, конечно, меняются. Я отметил вначале, что частично и под воздействием внешних факторов. Но условия у нас не меняются каждый месяц. А когда происходят корректировки требований к предпринимателям с такой частотой раз в один-два месяца... Раздражение накапливается в бизнес-сообществе. Да, действительно, это вызывает раздражение, это вызывает открытое недовольство. И, конечно же, хотелось бы, чтобы бизнес был услышан, и наши предприниматели почувствовали себя более уверенно. И не думали, что на следующей неделе придется платить еще какой-то сбор, или подавать какую-то новую отчетность. Или менять какую-то технику. Или менять какую-то технику. Точно так. Виктор Иванович, ну вообще-то торгово-промышленная палата, сама система торгово-промышленных палат, это как некий демпфер такой между бизнес-сообществом и властью. Понятно, что вам нелегко. С одной стороны, власть от вас ждет развития, прорывов каких-то в этой области, а бизнес-сообщество ждет защиты их интересов. Совмещать это, я понимаю, очень непросто. Ну вот, в связи с этим вопрос, насколько у вас плодотворно, динамично развиваются взаимоотношения с органами местного самоуправления. Понятно, что до федеральной власти далеко, у нее какие-то свои резоны, может быть, не всегда в силу нашей слабой информированности нам понятны. А вот что касается местной власти, здесь как строятся отношения? С точки зрения взаимоотношений с местной властью, с администрацией района и с администрацией муниципальных образований, у торгово-промышленной палаты сложилась деловая коммуникация. У нас, как вы знаете, есть регулярный прием у главы совместно с торгово-промышленной палатой бизнесменов, которые свободно могут записаться на этот прием через сайт или обратиться в торгово-промышленную палату с нашей помощью записаться на этот прием. Если возникают какие-то вопросы на муниципальных уровнях в поселениях, мы находим общий язык и реально чувствуем поддержку со стороны глав муниципальных образований нашего района. Это касается и согласований, подключений различных коммуникаций, получения ордеров, насемленные работы, порубочных билетов. И житейские, скажем так, проблемы. Это фактически, да, это такие житейские проблемы. Подбор мест для размещения офисов или предприятий, помощь в организации подрядных работ. В этом смысле в районе есть взаимопонимание. Что касается федерального уровня, я как раз хотел воспользоваться случаем, обратиться к предпринимателям, если они нас сейчас смотрят. И попросить такого ответного хода. То есть, приходите в торгово-промышленную палату со своими проблемами и со своими пожеланиями. Потому что торгово-промышленная палата – это единственный орган в нашей системе предпринимательства, который имеет право законодательной инициативы. В связи с этим наше желание услышать максимально возможное количество жалоб, предложений со стороны предпринимательского сообщества для того, чтобы их аккумулировать. И по нашей, я не скажу вертикали, но по лестнице через Московскую областную торгово-промышленную палату и напрямую через торгово-промышленную палату Российской Федерации донести эти самые пожелания, эти чаяния наших бизнесменов до высшего руководства страны. Мы имеем это право по закону, закону Российской Федерации о торгово-промышленной палате, и вплоть до организации слушаний в Госдуме. Вот пока мы будем сидеть на своих местах и не поднимать голос в защиту… А просто ворчать. А просто ворчать, да. Это на кухне можно обсуждать сколько угодно. Но, имея такую возможность не воспользоваться ей, я считаю, это для себя даже преступно, потому что, создавая и развивая свой бизнес, свои предприятия, мы действуем в интересах населения района, мы действуем в интересах всех тех, кто способен работать, зарабатывать и обеспечивать свою счастливую жизнь. Это все должно делаться нашими руками. Виктор Иванович, ну, у меня вот невольно напрашивается такое сравнение, да, бизнес-добродел, ну, не портал, но место, куда может прийти предприниматель и пожаловаться на любую проблему, на любой вопрос, на любое препятствие в осуществлении своей деятельности, да. То есть, вы, я так понимаю, призываете предпринимателей активнее включаться в… ну, это же фактически формирование благоприятной бизнес-среды, да, вот через такие жалобы, скажем так. Точно так. Ну, не хотел бы ассоциации с доброделом, у меня личное мнение по отношению к этому порталу, не очень позитивное. В первую очередь, мы не за огульное охаивание или жалобщину такую, тем более, когда подписываются там Баба Яга и так далее. Мы за адресные пожелания, которые должны… Персонифицированно. Персонифицированно, конечно, создавать некий массив информационный, из которого мы можем делать реальные рекомендации и просьбы для продвижения в виде реальной законотворческой инициативы. Виктор Иванович, вот смотрите, Вы уже сказали о том, как Вы поддерживаете предпринимателей на территории нашего Одинцовского района. Вообще, вот участие Торгово-промышленной палаты в создании благоприятного делового климата на территории отдельно взятого муниципалитета. Насколько вообще это реально сейчас и насколько Одинцовская палата включена в этот процесс? Ну, мы говорим о том, что власть действительно предпринимает определенные шаги для поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Создано большое число различных институтов поддержки, фонды, агентства, комитеты. Все замечательно. Но, к сожалению, возникает некий информационный провал. С одной стороны, у нас много созданных институтов, с другой стороны, частично, конечно, это зависит от инициативы самих предпринимателей. То есть, сидит предприниматель своей пирожковой и дальше нее носа не кажет, да? Да, несмотря на всю рекламную информационную продукцию, которая на центральных каналах регулярно прокручивается, этого оказывается недостаточно. Необходимо объяснять, рассказывать. Торгово-промышленная палата со своей стороны в рамках российской торгово-промышленной палаты разработала централизованный портал поддержки бизнеса. И на самом деле мы стараемся через различные средства, современные средства связи доносить это. Совместно с администрацией у нас создан портал на опальном телеграм-продукте профессионал Одинцова. И, к сожалению, там всего 256, по-моему, сейчас подписчиков. Хотя в этом канале можно найти все, начиная от объявления аукционов, конкурсов, тендеров, которые проводит наша администрация и администрации муниципальных образований. А также вся обновленная информация, происходящая из торгово-промышленной палаты Российской Федерации, касательно всех изменений, которые происходят в наших многочисленных законных и подзаконных актах. Но вот адресно донести это все до предпринимателей мы стараемся на наших мероприятиях, которые весьма регулярно мы проводим. Это прошедший в начале года наш форум «Наше дело» здесь, в Одинцово, в Парк-Ине. В Звенигороде мы провели в октябре месяце круглый стол для предпринимателей. Сейчас планируем такой же круглый стол для краснознаменского зато. То есть торгово-промышленная палата в этом случае выступает как информационный агент, доносящий до каждого предпринимателя максимальную информацию о имеющихся возможностях получения поддержки со стороны государства. Это и субсидии. Я не знаю, наверняка эта информация доходила до наших предпринимателей, что предприятия социально ориентированные имеют право на 50% суду на оплату аренды. Предприятия промышленного сектора имеют право на 50% субсидию от стоимости закупленного оборудования. Серьезные суммы-то вообще. Речь не даже о малом бизнесе. Но просто у нас получается как? Предприниматель сидит, смотрит на какую-то рекламу, может быть, даже социальную, касающуюся мер поддержки, и как-то не соотносит это с тем, что он сам может на эти меры поддержки претендовать. То есть нет еще такой привычки. Не вошло это в привычку смотреть. Оп, а может быть, это меня касается? С одной стороны, да. С другой стороны, конечно, у нас, как обычно, хотели как лучше, получается, как всегда. Или все это обставлено таким количеством условностей, что получить такую поддержку сложно? Да. С этим, к сожалению, приходится считаться. Объем документации, которую необходимо подготовить, сроки подачи соблюсти, когда закупить это оборудование, чтобы оно попало под субсидию. Вот эти нюансы всегда вызывают, конечно же, опасения у предпринимателей, и в определенной степени препятствуют такому вот открытому доступу. Но на то мы и существуем в муниципалитете, как Одинцовская торгово-промышленная палата, чтобы могли помочь, разъяснить, помочь составить этот комплект документов, помочь потом отбиться от проверок. Потому что тут у нас никуда не денешься. Если мы получили бюджетные средства, это не просто подарок судьбы, это реальные деньги, за которые нужно отчитываться. И если мы подписали обязательство создать дополнительные рабочие места, их надо создать. А если не создали, ну, в крайнем случае, объяснить, почему нет. Что касается развития малого и среднего бизнеса, более-менее все понятно. А теперь, Виктор Иванович, хотелось бы, чтобы Вы рассказали о том, какие крупные бизнес-проекты на территории нашего района, может быть, осуществляются, намечаются. Потому что все равно, конечно, большую экономику делают крупные компании. Наш район исторически, я бы назвал, промышленным. Это сейчас он становится больше ориентированным. Рекреационным, скажем так. Да, у нас как бы три точки роста – здравоохранение, отдых и образование. Но когда оглянешься в историю, посмотришь на предприятие с 100-летней историей, со 150-летней историей, начинаешь понимать, с чего все начиналось. Это и Голицынский кирпичный завод, это предприятие лакокрасочной промышленности «Аделак», находящееся прямо практически в центре города, в промзоне, но которое 100 лет исполнится скоро. И начинаешь понимать, что есть очереди крупные промышленности, которые являются передовыми предприятиями не только нашего района, но и фактически страны. В федеральном уровне, да. Если вы увидите на дороге оранжевый КАМАЗ, вы можете точно знать, что он покрашен одинцовской краской. Если вы едете в поезде метро в Москве с надписью «Москва» на переднем лобовом сегменте остекления, вы понимаете, что это тоже покрашено одинцовской краской. И в этом смысле, конечно, есть определенная гордость за то, что у нас есть такие предприятия, ну, наверное, они градообразующие могут считаться. И, конечно, такие предприятия надо поддерживать. Они развиваются, они делают новые инвестиции, несмотря на то, кто за ними стоит, какие собственники, потому что акционеры меняются. Ну, «Аделак» у нас сейчас поменял акционеров, теперь у нас японцы. Рабочие места создаются для наших жителей. И уровень зарплат на этих предприятиях гораздо выше среднего заработка по Подмосковью. Поэтому крупный бизнес у нас есть. Они вообще нуждаются в поддержке торгово-промышленной палаты? Конечно, нуждаются. Вот обратились в просьбы, наконец, разобраться с дорогой подъездной, которая до последнего времени, пока вот так вопрос не был поднят, вообще оказалось так, что этой дороги не существует. Она есть, но ее нет. На бумаге. То есть, она не зарегистрирована. Сейчас вот как раз вопрос... Приходится и с такими даже вопросами разбираться, да, торгово-промышленной палате? Ну, мы так или иначе участвуем в жизни членов торгово-промышленной палаты. И если к нам обращаются за поддержкой, мы стараемся максимально помочь и облегчить процесс взаимодействия с органами власти. А иногда бывают даже просто с соседями, с соседями предприятиями, потому что некоторые вопросы в одиночку решить невозможно. Значит, нужно объединяться. И вы как раз помогаете им найти точки соприкосновения. Стараемся. Не всегда получается, но стараемся. Но без вас, наверное, вообще бы это было невозможно. Без некой такой третейской структуры, которая помогает предпринимателям поверить в то, что у них есть общие интересы. Третейский суд у нас отобрали. – Что касается инвестиционной активности, инвесторы на территории нашего района, наши инвестиции за пределами Одинцовского района – это всегда очень важный такой показатель. Здесь насколько радужно или насколько, наоборот, грустно все обстоят дело? – Ну, я думаю, что сейчас основные инвестиции, в любом случае, вы можете видеть это в строительстве. И активность, максимальную активность проявляет, конечно, группа компаний ПИК, пока не являющаяся членом Одинцовской торговой промышленной палаты. Но также есть и крупные сетевики. Это и «Глобус», и «Метро». – То, что касается ритейла. – Да, это ритейл. Ну, опять-таки, возвращаясь к теме трех точек роста, мы не рассчитываем на то, что у нас появятся крупные промышленные предприятия. Потому что вряд ли этого возможно здесь. – Да, но магнитка нам не нужна уж здесь точно. – Конечно, конечно. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше инвестиций в именно туристический бизнес. Но пока вот это только сверхзадача. – А мне бы хотелось спросить про инвестиции в сельское хозяйство. Да, ведь это понятно, вы не назвали это в числе точек роста, но тем не менее Подмосковье сейчас развивается в этом направлении и вкладываются серьезные деньги. Вот Одинцовский район успевает за этим движением? – Ну, конечно. У нас большие хозяйства и Матвеевское, и наши научные сельскохозяйственные институты все сосредоточены в Одинцовском районе. Это и бывший в НИИСОК, ныне ФНЦО, это Немчиновка, институт леса, институт фитопатологии растений. То есть, на самом деле, кластер создан очень серьезный. – Ну, это старые такие предприятия, да? – Да, это с историей. – Что касается новых предприятий, есть ли какой-то вот здесь движение, создание? Или просто ограничение какое-то, может быть, по территории, по наличию земель сельхозназначения накладывает, какие-то препятствия ставит? – Нет, наличие земель сельхозназначения, с этим у нас, по-моему, все в порядке. Наоборот, сейчас я так полагаю, что многие предприниматели смотрят на Одинцовский район и на земли сельхозназначения, как на некий перспективный фронт перевода этих земель с сельхозназначения по строительству жилья. Хотелось бы, конечно, чтобы Одинцовский район не превратился в сплошной мегаполис и максимально сохранить те свободные площади и чтобы на этих площадях развивались именно сельхозугодья, а не множились в многоэтажки и не превращалось это все в большой мегаполис. – Ну, скажем, в Новую Москву 2.0, да? – Конечно, конечно. – Вы сказали о том, что существуют определенные моратории на проверку вновь создаваемых предприятий и так далее, но, тем не менее, я знаю, что вы сами проводите некую инспекционную такую работу, вы выезжаете с органами государственного надзора на предприятия Одинцовского района, смотрите, оцениваете, инспектируете, да? То есть, инспекцию вы проводите, не является ли это противоречием неким с мораторием на проведение проверок? Не вступаете ли вы здесь в конфликт с интересами бизнесменов? – Нет, здесь конфликта никакого нет. Это в рамках Московской области развивается такая программа, она называется программа «Общественная защита», она осуществляется в соответствии с подписанным соглашением между Торгово-промышленной палатой Московской области и Госадмотехнадзором Московской области. И в первую очередь, естественно, мы проводим подобные посещения, я не называю это ни инспекцией, ни рейдами, это именно просто посещения. – Дружеский визит. – Ознакомительные посещения, в первую очередь, предприятий, являющихся членами Торгово-промышленной палаты Одинцовского района, мы их проводим регулярно, минимум два раза в месяц, совместно с руководством Госадмотехнадзора по Одинцовскому району. Это действительно ознакомительные посещения, которые позволяют сотрудникам Госадмотехнадзора зайти на предприятие, познакомиться с руководством, осмотреть территорию, сделать, возможно, какие-то замечания. Но такие посещения не влекут за собой ни штрафные санкции, ни какие-то там драконовские меры. – То есть вы следите за тем, чтобы дружеский визит не перерос в нечто большее? – Да, это наша цель, и, собственно, мы посещали Дорхан, мы посещали технический центр «Волин», кубинские колбасы, «Аделак», и мы считаем, что такие мероприятия, они, собственно говоря, взаимоинтересны для всех. Для нас мы показываем роль Торгово-промышленной палаты, и это предпринимателям позволяет пообщаться с надзорными органами, ну, скажем так, в комфортной обстановке. – Формально в неформальной. – Формально в неформальной. – Да. Ну, и Госадмотехнадзору получить возможность тоже познакомиться с предприятием, получить понимание того, а что есть на территории. Ну, такие же соглашения у нас уже подписаны и с МЧС, сейчас планируется такое же соглашение подписать с Роспотребнадзором. – Очень даже своевременное, мне кажется, движение. – Да, потому что сейчас очень много-много нареканий вот именно по линии Роспотребнадзора от потребителей, от наших жителей Одинцовского района. – Хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали об импортозамещении. И понятно, что поддержка экспорта ориентированных предприятий Торгово-промышленная палата занималась практически всегда, и понятно, почему одно из основных направлений именно в этом заключается деятельность. И что касается импортозамещения, несколько лет назад в нашу жизнь вошло это понятие, вот в этих направлениях насколько мы успешны? – Ну, с точки зрения импортозамещения могу в качестве наших флагманов из числа членов Торгово-промышленной палаты назвать такие структуры, как компания «Энергосервис», производитель трансформаторных подстанций и всего, что связано с электрическим оборудованием, являющиеся поставщиком и «Автодора», и наших силовых ведомств, они неоднократно участвовали и в выставках, в промышленных выставках, в том числе в парке «Патриот». Реально производство начиналось просто как сборочное, сейчас бизнесмены закупили дополнительное оборудование, развиваются, никогда не подумаешь, что в районе Рублевки может возникать такое производство. Просто идет реальное импортозамещение того, что раньше поступало либо с запада, либо с востока. Есть и более такой утилитарный пример. С одной стороны, кажется, малозначительный, но все знают крепежные инструменты, крепежные материалы, винтики, гаечки, саморезики. Или мелкие метизы, да? Мелкие метизы, которые всю жизнь поставлялись из Китая. Вот сейчас более 90% этого товара производится на территории Одинцовского района. Это предприятие «Монолит», оно развивается. Кстати, на слуху оно, вот вы назвали, мне знакомо это название. Название знакомо, я думаю, просто оно очень популярно среди бизнесменов, «Монолитов» много. Но наш «Монолит» – это как раз предприятие, которое действует, развивается. Сейчас планируется строительство нового корпуса заводского в больших визиомах. И предприниматели действительно инвестируют, вкладывают свои собственные средства. И это говорит о том, что те, кто занимается делом, у тех все получается. И это говорит о том, что в любых условиях, что делом можно заниматься в любых условиях. Неважно, это рублевка или это более отдаленные места. То есть, в принципе, никаких ограничений нет. Была бы грамотная бизнес-идея, энтузиасты, которые стоят у ее воплощения, у руля. Я знаю, что Одинцовская торгово-промышленная палата оказывает большое количество услуг предпринимателям, бизнес-сообществу. Вот, поговорив с вами, я понял, что, наверное, нет ни одной такой услуги, которую бы не могли оказать, которая касается развития предпринимательства. Что, наверное, с любой проблемой человек может прийти, предприниматель, бизнесмен к вам прийти и, по крайней мере, посоветоваться. В связи с этим возникает вопрос, неужели еще остались предприятия, которые не являются членами Одинцовской торгово-промышленной палаты. Состав палаты, насколько вас устраивает та численность, которая сейчас есть у нее? Вы знаете, у нас нет сверхзадачи превратиться в глобального или, скажем так, в палату, которая охватит всех предпринимателей района. По статистике, мы знаем, на территории зарегистрировано более 14 тысяч объектов предпринимательства. Это и начиная от ИП, и кончая акционерными обществами. В палате всего 135 членов на сегодняшний момент. Это, конечно, не бог весть сколько, но нет политики загонять всех метлой в палату. Каждый бизнесмен принимает для себя решение самостоятельно, нужна ему палата или не нужна. С другой стороны, мы готовы оказывать услуги и членам, и не членам торгово-промышленной палаты. Естественно, для членов торгово-промышленной палаты все наши услуги либо, а, бесплатные, либо, если это касается выдачи сертификатов и экспертиз, естественно, с существенной скидкой от тарифов, устанавливаемых торгово-промышленной палатой Российской Федерации. То есть и оценка, и экспертиза проводится не по коммерческим ставкам, а по ставкам, устанавливаемым торгово-промышленной палатой Российской Федерации, которые существенно ниже рыночных ставок. Поэтому, если что-то сами не можем оказать, наш штат очень скромный, в палате работает всего 6 человек, сотрудников, поэтому, если что-то мы не можем сделать сами, мы всегда скажем, в каком отделении, либо в какой палате соседней можно получить эту услугу, либо же сопроводим Российскую торгово-промышленную палату, с которой у нас очень тесные отношения, и, как говорят на Ильинке, у нас 180 торгово-промышленных палат вообще по Российской Федерации, но Одинцовская одна. С этим не поспоришь. Что касается увеличения числа услуг и развития самих этих услуг, какого-то логического, здесь насколько быстро вы идете в период? Мы, в принципе, с одной стороны, не наращиваем количество услуг, мы их модернизируем. В частности, вот, насколько я знаю, мы принимали участие в организации этих переговоров, одна из структур членов торгово-промышленной палаты выступила с инициативой через МФЦ ускоренно предоставлять гражданам услугу по получению цифровой подписи. Рассчитываем на то, что эта услуга будет скоро реализована через МФЦ, причем фишка состоит в том, что клиент, обращающийся за цифровой подписью, будет получать ее в течение заполнения заявления. То есть, это действительно услуга будет оказана в режиме дария? Да, в течение пяти минут или одного клика. Потому что разработан алгоритм подтверждения или, скажем так, идентификации личности. Вот в течение пяти минут общения с оператором МФЦ. Ну, это действительно пример замечательный. Я думаю, что многие предприниматели, которые знают, что такое ЦП, они оценят новый уровень предоставлений. И самое главное, что если вот сейчас вы приходите и говорите, мне нужны ЦП для продажи квартиры или для участия в государственных закупках, и вам это все разные какие-то услуги, и по-разному это все оценивается. В данном случае единое ЦП. Хотите, продаете дачу, хотите, участвуете в государственных закупках. Разницы никакой. Сделки, да. Что ж, действительно пример очень впечатляющий. Ну и вот в завершение нашего эфира хотел бы, чтобы вы в нескольких словах сказали о социальной деятельности Одинцовской торгово-промышленной палаты и Одинцовского предпринимательского сообщества в целом. У нас много меценатов. Не ослабевает ли вот это желание бизнесменов оказывать социальную помощь, социальную поддержку тем, кто в ней нуждается? Социальная активность – это одно из направлений деятельности торгово-промышленной палаты. И, собственно, палата объединяет бизнесменов, предпринимателей, которые имеют возможность и главное желание помогать, скажем так, социально незащищенным слоям общества. У нас, мы уже несколько раз говорили о том, что торгово-промышленная палата является постоянным, как сказать, куратором, благотворителем мальчикового приюта при Савино-Старожевском монастыре. В этом году мы планируем 19 декабря очередную акцию. Приглашаем вас принять участие. Вы регулярно с нами там бываете. Я отметил сразу себе, чтобы не забыть. Приглашаем всех, кто желает принять в этой акции участие, присоединиться к нам. У нас на сайте размещен список необходимых вещей, которые мы согласовываем с настоятелями приюта, таким образом координируем. Но это наше традиционное направление деятельности. С другой стороны, перед началом учебного года предпринимателями торгово-промышленной палаты были собраны специальные комплекты расходных материалов, то, что требуется, ручки, пеналы, тетрадки для семи многодетных семей. Это такой наш акт тоже благотворительный, доброй воли. И еще силами предпринимателей, работников торгово-промышленной палаты была проведена акция в Можайской колонии для детей осужденных. Были собраны материалы для гигиены, для малышей, которые волею судьбы живут в таких не очень тяжелых условиях. На 41 малыша были предоставлены предметы гигиены. Я думаю, что это тоже нужно заботиться о всех, в каких бы условиях люди ни оказались, они остаются людьми. Вообще приятно, что несмотря на достаточно непростые условия ведения бизнеса, которые сейчас существуют у большинства предпринимателей, вопросы социальной поддержки тех, кто в ней нуждается, они все-таки не забыты. Ну и тем более год еще не закончился, год еще впереди. Я думаю, что ваш призыв услышат и присоединятся к социальным инициативам Одинсорской торгово-промышленной палаты. Ну что ж, Виктор Иванович, спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в студию. Я все-таки еще раз повторю, что это, я предварительный, думаю, наш эфир, основной будет с подведением более конкретным и обстоятельным итогов года все-таки в январе. Ну и думаю, что действительно нам будет о чем еще поговорить, потому что год не заканчивается с этой нашей передачей. Конечно, мы еще многое можем успеть, и я с удовольствием подтверждаю, готов, приглашайте. Есть что рассказать, чем поделиться. И самое главное, это такая возможность обратиться к предпринимательскому сообществу напрямую, пригласить в гости в торгово-промышленную палату, а вы уж сами примите решение, вступать в нее или не вступать. Еще раз благодарю вас. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был Виктор Иванович Тарусин, президент Одинцовской торгово-промышленной палаты. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. А до встречи с Виктором Ивановичем в январе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!